Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать трагедию Алексея Толстого «Царь Борис», смотрите это видео. Вы будете знать об интригах вокруг царского престола столько же, сколько и человек, который прочитал эту пьесу. Написал её Толстой в 1870 году. Это третья пьеса из трилогии Алексея Константиновича Толстого о русских царях. События происходят в Москве в конце 16-го – начале 17-го веков. Итак, в день, когда Борис Годунов должен официально зайти на престол, между собой общаются бояре. Они восхищаются правлением Бориса. Всех врагов разбил, в амбарах полно хлеба. Все соседние государства Русь уважают. Не то, что при Иване Грозном и его сыне Фёдоре. И народ Годунова любит. Боярин Салтыков говорит, что послов сегодня тьма. Всех принять нужно. Борис типа долго не соглашался занять престол. И только когда владыка пригрозил отлучить его от церкви, он, так и быть, согласился стать царём. Бывшая царица Ирина после смерти государя Фёдора постриглась в монахини, и Борис был рядом с ней. Богу молился. Ждал, когда его уговаривать начнут. Уговорили. Годунов официально стал царём Руси. Борису докладывают, что сибирский царь повержен. Теперь Сибирь снова русская. Рядом с Годуновым сидит сын Фёдор, которого царь с малых лет готовит на престол после себя. Первым из послов царь принял английского посла. Тот предлагает во славу двух народов породниться. Есть на примете девушка для царевича Фёдора. – Спасибо вашей королеве, но молодой ещё мой сын о браке думать. Давай подождём. Следующим Годунов принял папского Мунция. От имени папы Римского тот предложил объединить церкви. – Окей. Подумаю. Спасибо. Следующий. Австрийский посол просит у царя военной помощи против султана. – Эй, нет, пацаны. Вы в прошлый раз нас кинули. Просили деньги на войну – мы вам их дали. А потом королём поставили не того, о ком мы договаривались. Если вся Европа встанет против султана, то и я помогу, а один против него биться не стану. Ну ладно, деньгами помогу, а вот войскам – нет. Самим нужно свои кордоны беречь. Литовский посол предлагает земли поделить и мир заключить. Те все земли наши. Передай своему королю мой пламенный привет. Скоро и до него очередь дойдёт. Шведский посол просит помочь ему в войне с литовцами. Не вопрос. Если вы признаете Ливонию и Эстонию нашими – тогда да. Посол Флоренции говорит, что его государь предлагает своих живописцев, литейщиков, архитекторов, чтобы те Москву сделали красивой. Спасибо, мы как-нибудь сами. Гонзейские купцы просят не облагать их налогами. Дарят подарки. Полностью от налогов не избавлю. Другие станут обижаться. Но наполовину сокращу. Персидский посол спорит с турецким послом. Иверию поделить не могут. Посол от Иверии говорит, что персы и турки уничтожают их земли. Защиты просит у царя. Так, чтобы никто на Иверию не лез. Убрать все свои войска оттуда. Так и передайте своим. Народ ломится к царю. Хочет поклониться ему. Борис разрешает. Потом отправляет их на банкет. Когда царь остался сам, то вспомнил свой долгий путь к престолу. 14 лет он шёл к этому. Теперь он царь. Ну и ж то, что я не всегда прямой дорогой шёл. Главное – результат. Если нужно было царевича убить, значит так надо было. Ради Руси. Царь Борис отправляется в Новодевичий монастырь, где хочет поговорить со своей сестрой – царицей Ириной. Пока ждёт её, слушает доклад Семёна Годунова – приближённого боярина. Что в Москве, народ? Все довольны. Всем хорошо. Вот только… Романовы мутят бояр. Ну да ладно. Всем не угодишь. Ничего. Нам поближе к Европе нужно держаться. Свою дочь Ксению за датского королевича отдам. Семён говорит, что кроме Романовых ещё нужно опасаться Василия Шуйского. Царь отвечает, что это лишнее. Шуйский предан ему. Уже много раз это доказывал. Приходит сестра Ирина. Царь остаётся с ней наедине. Борис говорит, что радостью с ней хочет поделиться. Стал он царём всея Руси. Рада за тебя. Ты самый достойный среди всех быть царём. Молодец. Царь говорит, что хочет услышать от неё оправдание за свой путь к престолу. Да я Бога молю, чтобы каждый прожитый твой день был искуплением. Ты столько грехов наделал, чтобы стать царём, что даже думать об этом не хочется. Так я ж не для себя, я ж для Руси. Ты себя-то хоть не обманывай. Для Руси. Борис понял, что с сестрой сговориться не получится. Время нас рассудит, сестра. Кто из нас был прав? Во дворце царевич Фёдор с царевной Ксенией просят её жениха, датского герцога Христиана, рассказать о себе. Да особо рассказывать нечего. Отец мой, король, когда я был ребёнком, отправил меня зачем-то в Норвегию. Там я только и делал, что на море смотрел. Потом книжки стал читать о войнах и сражениях. А потом и сам наконец-то стал участвовать в войнах. Фёдор завидует 20-летнему парню. Говорит, что у него жизнь скучная. – Тебя отец готовит державой управлять. Радуйся, а не ной! – говорит ему Христиан. Ксения спрашивает Христиана, как мог он её полюбить, ни разу не видев. Всё просто. Твоего батю в Европе все знают. Когда возвращались с Руси, всегда рассказывали о тебе. Какая ты красавица и умная и хорошая. Так и полюбил. Фёдор предложил дать втроём обед – всегда любить и помогать друг другу. И Ксения и Христиан с радостью согласились. Входит царь Борис. Интересуется, как дети развлекаются. В шутку говорит Христиану, что если бы какая война была на Руси, то позволил бы ему войско возглавить. Но войны у нас нет и не предвидится. И слава Богу. К царю приходит Семён Годунов. Дети уходят. Семён говорит, что появился слух, будто царевич Дмитрий жив. Это младший сын Ивана Грозного, которого убили по приказу Бориса. – Ты в своём уме, Сеня? – А я что? – Люди везде только об этом и говорят. Вроде как убийцы ошиблись и зарезали не того. – Да весь Углич видел Дмитрия мёртвым. Фигня это всё. Скоро об этом слухе все забудут. Семён говорит, что это Романовы слух поддерживают. Нужно что-то с ними делать, иначе быть беде. Царица Мария общается с дьяком. Она просит его рассказать о христиане. Что он узнал, когда был в Дании? Скажи, почему король отослал христиана в Норвегию? Да по слухам христиан-то не его сын. Царица думает, что со временем эта история может всплыть. И тогда её дочь Ксения окажется замужем непонятно за кем. Царица просит дьяка рассказать об этом царю. Дьяк морозится. Царица докладывает, что Фёдор, Ксения и христиан много времени проводят вместе. Это ей не нравится. К царице приходит боярыня Волохова. Она из Киева приехала. Рассказывает, как там хорошо. Царицу же другое волнует. Она жалуется, что царь для их Ксении без её согласия нашёл какого-то немца. Это она о датчане не христиане. Мол, православных женихов полно, а он… Послушай. Он приворожил мою Ксению и Фёдора и царя. И это она на полном серьёзе. Помоги! В лесу среди разбойников атаман Хлопко принимает в свои ряды очередных крестьян, которые убегают от своих хозяев. К атаману приходит мужик. Говорит, что пришёл по поручению царевича Дмитрия. Предлагает ему примкнуть к армии будущего царя. Потому что враг у всех один общий – Борис Годунов. Пока Хлопко думал, его дозорный Митька приволок двух монахов – Михаила и Гришку Отрепьева. – Вы кто такие? – спрашивает атаман. Монахи типа. – В моём лесу какого чёрта? Пришли к тебе. Возьми нас. – Дубинами и кулаками махать умеете? – Нет. – Тогда на хера вы мне нужны? – Победите вдвоём дозорного Митьку. Останетесь. Мужик решил заступиться за монахов. Сказал, что он один будет биться с Митькой. А Митька – здоровый. Ну и победил мужик этого Митьку. Всем разбойникам сказал, что жизнь у них наладится, когда царевич Дмитрий Годунова сместит. Народ ликует. Царь Борис в своих покоях думает, что ему делать. Какой-то самозванец заручился поддержкой литовской шляхты и пошёл на Москву. Приходит Семён Годунов. Царь спрашивает его, кто скрывается под именем Дмитрия. Да хрен его знает. Пытали разных. Все молчат. Никто не говорит. Блин. Нужно хоть какое-то имя дать ему. Сеня говорит, что недавно из монастыря сбежал один монах, который хвалился царём стать. Зовут его Гришка Отрепьев. – О! Пусть будет Отрепьев, – говорит царь. – Нужно гонцов к литовцам послать, сказать им, что с самозванцем имеют дело. Ещё Борис приказывает найти улику против Романовых, чтобы их можно было казнить. А всякого, кто среди народа, будет говорить о Дмитрии, ловить и языки вырывать. К Борису приходит сын Фёдор. Просит разрешения на войну пойти. – Ага, щас. – Привычка своих детей от армии отмазывать давняя. – Нет, сынок. Вот если бы враг был стоящим, тогда да. А так – самозванец какой-то. Приходит дочь Ксения. Она огорчена тем, что отец снова жестоким стал. Народ боится царя, как когда-то Ивана Грозного. Входит христиан. Он рассказывает, что слышал от людей о царевиче Дмитрии. Он уверен, что если бы Дмитрий оказался жив, то первым, кто радовался бы этому, был именно царь Борис. Вот наивный. После детей к царю пришла жена – царица Мария. Выносить мозг мужу. Она всё хочет извести христиана. Говорит, что он плохо влияет на Фёдора и Ксению, рассказывая им о царевиче Дмитрии. – Эй, женщина, молчи. Не твоего ума дело, что для Руси полезно. После неё к царю приходит Сеня Годунов. Говорит, что Чернигов взят и много других городов. Что ещё? – Многие солдаты от нас к врагу уходят. Входит Василий Шуйский. Говорит, что если бы царь сам поехал к войскам, порядок быстро бы восстановился. – А вам Москву оставить? – Ага, сейчас разбежался. – Что-нибудь другое предложи, Вася. – Ну тогда верни мать Дмитрия в Москву. Пусть она всем скажет, что её сын мёртв. Потому что все только и говорят, что это ты его убил. Но он чудом уцелел. В доме Фёдора Никитича Романова бояре Романовы, Сицкий, Репнин, Черкасский сидят за столом, общаются. Пьют за здоровье государя. Причём имени его вслух не называют. Только говорят за здравие законного государя. Входит Вася Шуйский. Его пацаны спрашивают. – Ты, Вася, после смерти царевича в Углич ездил. Ты нам скажи, видел ли ты его мёртвым? – Ребёнка видел. – А это он был? – Сказали, что он. Я ведь не знал, как он выглядел. Входит Семён Годунов со Стрельцами. Говорит Романовым и другим боярам, что они по царскому указу арестованы. Обвиняются в том, что они хотели царя отравить. – Ну вот, началось, – говорит князь Сицкий. – Всё, как при царе Иване. Во дворце Борис вспоминает предсказание волхвов – убит, но жив. Только теперь он понял толкование этого пророчества. Борис был готов отразить любой удар врага, но только не воскрешение мёртвого. Такого он не мог предусмотреть. Входит Шуйский. – Послушай, Вася. – Прежде чем Марфа, мать Дмитрия, на площади скажет, что сын её мёртв, ты это сделаешь. Выйдешь и скажешь, что ты видел его мёртвым и крест потом поцелуешь. Глядишь, народ немного успокоится. Тем временем на Христиана его советники нависают. Говорят, что скоро царём станет Дмитрий, а Борис – убийца. Потому нельзя ему жениться на Ксении. Христиану становится дурно. Советники уходят. Появляется Ксения. Он ей говорит, что им придётся расстаться. Потом предлагает ей бежать вместе с ним. Ксения обижена тем, что Христиан верит слухам и считает её отца убийцей царевича. Незаметно входит Фёдор. Он слышит их разговор. – Ты моего батю оскорбил, сука. Срывает со стены две сабли. Биться хочет. Ксения плачет. Напоминает, что они клятву дали – любить и помогать друг другу. Пацаны бросают сабли. Христиан бредит. Фёдор с Ксенией уводят его. На Красной площади стоят переодетые сыщики. Они хотят втереться в толпу народа, который выйдет из церквей. Чтобы подслушать их разговоры и арестовать тех, кто будет о Дмитрии говорить. Какие-то мужики подходят к переодетому сыщику. Спрашивают, умеет ли тот читать. И дают ему листовку, которую нашли. Там было о царевиче Дмитрии. Мужиков сразу схватили. За них народ заступается. А сыщики всех без разбора арестовывают. Появляется Вася Шуйский. Он речь толкает. Говорит, что самозванец Гришко Отрепьев, заручившись поддержкой литовской рати, идёт к Москве. А уверен он в том, что Гришко самозванец, потому что он сам после смерти царевича был в угличе и видел тело ребёнка с перерезанным горлом. В том, что Гришко Отрепьев не Дмитрий, клянусь вам и целую крест. Народ расходится, понимая, что царь боится потерять престол. Во дворец прибыла Мария Нагая – это последняя жена Ивана Грозного, мать убитого царевича Дмитрия. Она вспоминает, как 14 лет назад люди Бориса Годунова убили её сына. Мария твёрдо решила признать в самозванце своего сына, чтобы он отомстил Годунову. К ней подходит царь Борис. – Царица Мария Фёдоровна, приветствую тебя! – Не царица я. По твоему же указу меня постригли в монастырь. Марфа я теперь. – Слышала о царевича? – Конечно. – Когда я сына увижу? – Боря. – Мария, ты что? Упал на нож он 14 лет назад. – Зарезан был, ты хотел сказать, Боря. – Я тогда была без чувств. Не видела я мёртвого сына. Его весь Углич видел. А я не видела. – Ты же в церкви у его трупа молилась. – Ой, Боря, тяжко мне тогда было. Слёзы хорошо видеть мешали. Теперь мой сын жив. Я это точно знаю. Входит царица Мария. Говорит, что она слышала разговор их за дверью. – Так стало быть, тот мёртвый ребёнок в Угличе не твой сын? – Да, не мой. От ваших рук он был спасён. – Окей, – говорит Борис. – Скажи, где же Дмитрий тогда был всё это время? – А я знаю. Какая мне разница? Он сейчас жив и скоро тебя вышвырнет. Тогда царица зовёт Волохову, ту самую няньку, которую подослал Борис, чтобы она убила царевича. Марфа узнала её и закричала, что на её руках кровь Дмитрия, будь проклята она. Царица говорит Борису, что можно и без пыток нужную информацию получить. Мёртв Дмитрий. Царь говорит Марфе, что если бы он мог вернуть прошлое, то сделал бы это. Но это невозможно. Нужно о настоящем думать. – Признай всенародно, что твой сын мёртв. – А хера тебе, Боря? Ты одного моего сына убил, а другого я сама признаю. – Ах ты ж, сука! – бросилась на неё царица. Борис остановил жену. Он сказал Марфе, чтобы она хорошо подумала. Ведь прольётся много крови, если она признает в самозванце своего сына. Борис с женой ушли. Оставшись сама, Марфа просит у своего сына прощения за то, что вынуждена в другом его признать. Борису сообщают, что христиану худо умирает парень. Он очень просит врачей поставить его на ноги. Это очень важно для него. Царь расстроен. Он-то думал браком Ксении и Христиана соединить Европу с Русью. И, видать, не судьба. Входит Сеня Годунов. – Ну, какую хрень ты мне сейчас расскажешь? Тебе письмо от самозванца. Сеня читает. Дмитрий Иоаннович пишет, что если Боря сам престол отдаст, то его помилуют и в монастырь отправят. Казнить не будут. Царь опечален. Он понимает, что народ его не хочет. Народ ждёт Дмитрия. Борис говорит, что нужен кто-то, кто сможет поклясться, что видел царевича мёртвым. – Давай Васю Шуйского позовём. – Не верю я ему. – Тогда позови Клешнина, который с Шуйским в Углич ездил. Он сейчас в монастыре. – Окей. Тащи его сюда. Царю сообщают, что Королевич Христиан умер. Ночью по дворцу ходит царь. У него бессонница. Да и с головой уже что-то не то. Ему кажется, что на его престоле кто-то сидит. Рядом стоят два часовых. Им страшно видеть безумного царя. Входит Сеня Годунов. Он привёл Клешнина – того самого, который видел царевича Дмитрия мёртвым. Клешнин заверяет царя, что Дмитрий мёртв. Именно поэтому он ушёл в монастырь. Грехи замаливает. То же самое он советует сделать царю. Утром Борис говорит своему сыну Фёдору, что сегодня он будет венчать его на трон. А бояре принесут ему клятву в верности. – Нет, бать. Не могу я. Право не имею. Царевич Дмитрий – вот кто истинный государь. Борис говорит сыну, что царевич мёртв. Он это точно знает. В Москву приезжает воевода Басманов, который разбил войска Лжедмитрия. Вот только тот спасся и снова готовит новую армию. Басманов восхищается отвагой Лжедмитрия и жалеет, что в Москву позвали, а не дали добить врага. В благодарность за победу царь дарит Басманову свою шубу и признаёт боярином. Царь требует от бояр принесения клятвы верности своему сыну Фёдору. Те клянутся. Сказав это, царь шатается и падает. Он успевает сказать ещё несколько напутственных слов боярам Басманову сыну и умирает. На этом трилогия Толстого о русских царях заканчивается. Толстого о русских царях заканчивается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова